Шалом оброха! Добро пожаловать! Мы начинаем новый цикл лекций, называется Масахаим по Рамоши Баяшлита. И эти лекции, их цель показать и привести новый свет в нашу жизнь, как раз зима, время Хануки. И вы увидите, что как с помощью Торы, с помощью информации, которую мы видим, которую нам дает наша Тора, мы увидим, как это влияет, как это изменяет всю нашу жизнь. Чтобы начать и дать немножко направление, куда мы идем, начнем с истории, которую Масахаим рассказал. У него был ученик. Этот ученик долгое время, у него были очень-очень тяжелые проблемы, тяжелые испытания. Возможно, это было связано с тем, что у него не мог найти шедух, не мог жениться. Но, к сожалению, это все усложнялось и усложнялось. Дело в том, что, хотя обратились к профессиональной помощи и уже к разным медикаментам и так далее, но ничего не помогало. Это только стоило времени, денег. Но, к сожалению, ситуация, все только ухудшалось и ухудшалось. Рамоши Баяр встретил его во время слихот перед Рашашана. И он обратился к нему так. Он сказал ему, как же так? Ты не пригласил меня на свою свадьбу. Как же так сделал? На что его ученик очень удивился и был в шоке. Он говорит, какая свадьба? Я же не женился. На что его ребе сказал, конечно, ты женился. Не только ты женился, ты даже, не только у тебя проблемы, ты даже говоришь ложь. Ты женился не раз, ты женился несколько раз. На что его ученик был в полном шоке и непонимании. Он говорит, что вы имеете в виду, что вы говорите? И тогда его ребе сказал, что ты не просто женился один раз или два раза и три раза. Ты женился на своих проблемах, на своих заботах, на своих депрессиях. И сказано в Торе даже, что нельзя жениться один раз. Ну нельзя, Рубен Гешим говорит, что нельзя жениться два раза. Ты полностью связал себя и прикрепил себя к этим царот, к этим страданиям. И ты сам не хочешь от них отвязаться. На что ученик был очень оскорблен, он очень обиделся на него. Месяцами он не отвечал на его звонки. Но после всего этого прошло долгое время и он, его ситуация гораздо улучшилась. И после этого он сознался своему учителю, своему ребе, что его вот это вот, как он к нему обратился. И эти слова, они именно изменили и помогли ему больше всего. Мы будем говорить о испытаниях жизни, будем говорить о разных проблемах, которые мы встречаемся. Мы постараемся понять, почему это происходит. Мы постараемся понять, что от нас здесь ожидается, что в этом жизни, что в нашем путешествии через жизнь, что кроется за всеми теми вещами, которые мы проходим. И это даст нам новый свет и новую радость в нашу жизнь. Вступление к содержанию. В Талмуде, Иерусалиме, в Иерусалимском Талмуде сказано так, что рабон, известный рабон, который упоминяется сотни раз в Иерусалимском Талмуде, он умирает в очень-очень молодом возрасте, 28 лет. 28 лет, его не ставят. Раб Зеира, который приходит на его похороны, он в траурной речи, он обращается к следующим. Он говорит, что, приводит как притчу, был король, да, был король. У него было множество рабочих, которые работали на его полях, в дворце, в саду, сады. И когда он наблюдал за ним, он увидел, что один из этих рабочих, он отличался от других. Когда он занимался чем-то, его не интересовало. Даже когда были перерывы, он продолжал работать, он приходил раньше, он уходил позже. И он делал это с такой энтузиазмом, с такой мотивацией, что его больше не интересовало даже вещи, которые другие спешили уйти, опаздывали, пытались как-то как можно меньше устать. У него было наоборот. Один день приходит этот король и говорит этому рабочему, который отличался от других, давай пойдем погулять, я хочу тебя взять на прогулку. И перед всеми представляете, какая честь. Он берет его, он идет с ним гуляет, гуляет не просто, не 5 минут, не 10, это проходит часами, они беседуют. В конце этого дня все приходят за зарплатой, зарплата выдавалась в конце каждого дня. И наш герой, наш рабочий, он также приходит получить свою зарплату. На что другие начинают возмущаться, кроме всей зависти. Они считают, что как же так? Ты работал только пару часов, мы работали весь день. Ты там развлекался, ты гулял. И ты хочешь получить зарплату за весь день. На что король, который только ждал этого, он выходит и говорит, что нет. Хотя он работал несколько часов, но то, что он мог, что он сделал, то, что он достиг до этих пары часов, вы бы не смогли сделать за весь день. Скалороб Зира, Рабон, который умер в таком молодом возрасте, говорит, то, что он смог достичь, мог сделать в свой короткий срок, вы не сможете сделать даже за... Многие другие не смогут сделать за всю жизнь. Когда я рассказал это моим детям, то они сказали, а, да, но если он будет дольше жить, значит, у него будет больше достижений, он сможет быть больше, он может сделать больше митсвот, больше заповедей. Тогда где мы видим здесь, что это не потеря? Конечно, он теряет что-то. Чтобы понять это, есть другой Иерусалимский Талмуд, Талмуд Решалми, тоже Брахот, где говорится следующее. Раби Акива со своими учениками, они собирались учиться каждое утро. Они были, сидели под деревьями и изучали Талмуд, изучали Аллаха. Они заметили, что хотя они были там очень рано, с раннего утра они уже сидели там учились, то хозяин этого сада, этих деревьев, он приходил еще очень-очень рано, почти в то же время, как Дании. И он очень быстро собирал все фрукты, все тейним, тейним, это было дерево фиг, инжир. И он собирал все эти фрукты. И они подумали, что, может быть, он подозревает их, что если он оставит эти фрукты там, то, возможно, может быть, он подозревает этих студентов Тора, учеников, что кто-то из них заберет эти фрукты. Им было неприятно, им не хотелось, чтобы их подозревали в таких вещах воровстве. Поэтому они решили, что они пойдут в другое место, не мешать ему, чтобы он спокойно мог это собрать, когда он позже. И поэтому на следующий день они уже перешли в другое место. Когда они это сделали, то видят, что прибегают к ним хозяины этих деревьев. Говорят, как же так, вы забрали у меня мою единственную мецу, мою заповедь, которую я был хозяином места, где вы учились. Это для меня большой сход, большая привилегия. Поэтому как же так, вы не хотите оставаться в этом месте? Тогда ему объяснили, что, может быть, мы видим, что каждый день ты приходишь, каждый день ты там, и ты собираешь свои фрукты. Может быть, ты думаешь, что мы как-то посягаем на эти фрукты, поэтому мы не хотели ни в коем случае тебе давать таких причин для этого. Поэтому мы переехали сюда. На что он сказал, нет, 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 Хас вошел, не думайте так. Дело в том, что эти фрукты, когда я прихожу, я вижу, что они уже созрели, я должен сразу же рано утром их забрать, потому что если я это не сделаю, то как только солнце будет светить, они портятся очень быстро, поэтому мне нужно очень скоро их забрать. На что Брабья Киева и Талмирим сказали, что если хозяин этого дерева, этих фруктов, он знает, когда начинают фрукты эти портиться, он знает вовремя, чтобы их снять, чтобы это не случилось, тогда Ашем, тогда Создатель этого мира, Творец, он тоже знает, когда забрать за этого мира праведников. Мы должны понять, что у Творца нету ни времени, нету ни пространства, поэтому это было 28 лет, или 48, или 68, или 108. Там нужно качество, там нужно качество, человек достигает какого-то качества, поэтому он достигает какого-то духовного уровня, он максимально использует то, что у него есть, и это смысл в его жизни. Один человек с смелостью, какой-то такой, можно сказать, с дерзостью, подошел к Бриско Раф, Рапитсак Зеев Соловейчик, и сказал ему, что у него есть патент, у него есть как рецепт для долгой жизни. И что у него за идея? Он сказал, что если в Иерусалимском Талмуде сказано, то, что мы сейчас учили, что Ашем забирает цедяки им праведников в тот момент, когда они уже достигли максимального своего уровня, чтобы они позже не испортились. Говорит этот человек, что рецепт, патент для долголетия будет так, что человек должен всю жизнь не достигать своего максимального потенциала, не делать, не стараться дойти до конца, не использовать все свои силы и все свой потенциал, чтобы достичь совершенства. Тогда это будет вести к долголетию, потому что Ашем забирает человека только когда, когда он достиг максимального своего потенциала. Нам очень повезло. Бриско Раф, он был человеком, который, когда он обычно такое слышал или даже другое, он просто не отвечал. Но нам повезло, что он ответил на это, и он дал нам очень гениальный ответ. А Бриско Раф сказал, что наоборот, если человек не старается максимально использовать свою жизнь, достигать высот, это уже не жизнь. Это не жизнь. Человек всю свою, все свои силы, все свои сущности не старается постоянно выйти на более высокий уровень. Это уже, как сказано в Талмуде, что Цедиким, праведники, когда они даже умирают, они все еще живы, потому что они повлияли на этот мир настолько сильно, что они продолжают подниматься. А Решаим, злодеи, даже когда они в этом мире, они считаются как мертвыми. Поэтому человек не выиграет долголетие, наоборот. И мы можем сказать еще более того, что действительно в этом кроется патент на долголетие, наоборот. В том, что если человек решает для себя, что да, я хочу постоянно идти дальше, так что постоянно подниматься выше, постоянно стараться понять мою роль здесь, мою роль в этом мире и использовать свою жизнь с максимальной эффективностью, тогда это, во-первых, будет жизнь, это Хаим, и эти уроки, эти лекции будут именно об этом, понять, что такое жизнь. И, во-вторых, тогда, когда он будет все время подниматься выше, 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 в этом он, именно в этом он показывает, что Ашему стоит инвестировать в него и давать ему жизнь дольше, потому что он поднимается дальше. Если человек, он застывает на одном месте, он не, не, тогда, уже тогда он показывает, что он остается на этом месте, и нету смысла продолжать давать ему жизнь. Так что мы видим две вещи, что, во-первых, именно что такое максимальная наша мотивация к жизни и продолжать идти наверх и вперед, и также мы понимаем, что если в этом мире человек не идет дальше, тогда он выбирает именно наоборот от жизни. В этом, в центре наших лекций, это будет Маса Хаим, путешествие через жизнь. Имеется в виду, что когда мы говорим о Торе, мы говорим Ки Хейм Хаейну, что Торе это наша жизнь. Когда Ашем говорит в главе Рей, он говорит, что я предлагаю вам, я ставлю перед вами жизнь и смерть, Браха и Клала, благословение и проклятие. Мы видим, что у каждого человека есть выбор, есть, действительно, он сам выбирает, как будет выглядеть его жизнь. И в этом наш выбор каждый день. И мы надеемся сейчас научиться, как правильно сделать, использовать этот выбор. Когда начинается все с того, что самое главное решение для себя, это понять, что я могу сам себе помочь. Это будет, мы будем возвращаться к этому много раз. Что если человек понимает, что в его жизни ему могут дать хорошие советы люди, он может что-то выучить, он может что-то понять. Но в конечном итоге это будет самое главное решение, которое я могу принять, это именно действовать и действовать для себя, чтобы в этой жизни сделать правильный выбор. Эван Эзра пишет в Кисис, это в Шмот, в 31-18, он говорит, что если человек, я скажу слова, человек никогда не сможет знать Творца, познать Творца, если он не знает свой нефиш, свою низкую часть души, нишмато, свою высокую душу и гуфой, даже тело, если он не понимает эти три части, из которых он состоит, если он не понимает себя, не знает, кто он такой, что он такой, тот, кто не знает сущность себя, какая мудрость, он не может приблизиться никакой мудрости, никакому пониманию Творца. Поэтому здесь будет концентрация очень большая, тоже понять свои силы, свой потенциал, который мы должны использовать в этом мире. Мы будем говорить о разных глубоких вещах, о разных концептах, которые кажутся очень высокими, но наша цель, чтобы они все опустить их в нашу жизнь и как-то практически использовать их, чтобы мы действительно, это помогло нам в нашей каждодневной жизни. Здесь мы можем заметить, что если Ашем предлагает нам жизнь, и он говорит, что жизнь по дефиниции, по определению, это хорошо, это браха, это благословение, это радость, тогда, если человек идет через эту жизнь, и он не чувствует это, тогда мы видим, что здесь что-то не так. Если мы посмотрим вокруг нас, то в нашем обществе очень часто, если ты спрашиваешь у кого-то своего приятеля, ну как дела, как ты чувствуешь, что слышно, если он скажет тебе, у меня все потрясающе, просто не может быть лучше, со всех сторон это, просто у меня нету, не пересказать, насколько мне хорошо. Если мы такое слышим, то мы уже настолько привыкли, что значит что-то с ним не так, что-то ненормально, наверное, наверняка что-то за ним кроется, что-то или это, или это ирония, это сарказм, это что-то с ним не так. Я неделю, пару недель назад я звонил, мы попросили позвонить этому человеку, и действительно, когда я позвонил ему, скажешь, как у тебя дела, он сказал, что у меня просто потрясающе, лучше не придумаешь. И так он продолжал, и я понял, что что-то, первая моя мысль была, что-то здесь не так. И действительно, я узнал, что он как раз находился в этот момент в клинике для душевнобольных, в частной клинике, и, да, его реакция была такая, да, поэтому видим, что здесь что-то ненормально, как бы, да, если Гошем нам говорит, что это да, благословение, это да, радость, тогда как же так, как же так мы можем жить в этом мире, где мы нормой, нормой всему этому становится, что у нас нет, если человек чувствует себя прекрасно, тогда с ним что-то не так. Мы хотим постараться в этом разобраться и показать, что это на самом деле совершенно не так. В книге Рапшама Занойрбах сказано, что к нему привели одного из самых богатых людей в Америке, евреи, и на этой аудиенции у него было очень много вопросов. Рапшама Занойрбах считался одним из самых мудрых, самых больших халахических авторитетов тоже. И Рапшама Занойрбах ему отвечал на разные дилеммы и в бизнесе, и в семье, и так далее, и так далее. И когда они ушли, то человек, который его привел, это внук, внук Рапшама Занойрбах, он ожидал, какая реакция будет у этого богатого человека, у этого миллиардера. Как, насколько ему произойдет впечатление, что, что на него больше всего произойдет впечатление. И он был уверен, что он скажет о его мудрости, о его какой-то, ну, гениальности, как он мог быстро все решить, и помочь ему. И он увидел, и когда он его спросил, то этот миллиардер, его реакция была, нет, он говорит, что? Я завидую, я не могу, я был потрясен, насколько, Рапшама Занойрбах, он такой счастливый человек, у него настолько было внутреннее счастье, такой радости. Все фотографии, которые мы видим, он всегда улыбается. У него была настолько внутренняя такая гармония, такое совершенство, что он такой, такая радость, он говорит, что я отдал бы половину всех моего состояния, чтобы чувствовать такую радость. Рапшал Занойрбах, его жизнь была далеко не простая, да, и у него была очень тяжелая болезнь, у него была операция, которая, у него полого лица была парализована, у него были боли, иногда такие страшные, что он не мог, он не мог ничего делать. Это уже в семье один из его детей погиб в открытой катастрофе. Было непросто, да, была бедность, он вырос в страшной бедности, но он сиял, да, и мне было интересно, что этот, этот, этот миллиардер, он сказал, что половину он бы отдал, да, не все, да, не треть, не две трети, половину, да, но вторую половину нет, да, каждый может подумать, что на самом деле, это, по-моему, это было искреннее такое чувство, что если он понимал, для него, его жизнь была связана с богатством, он понимал, что если у него не будет того, в того, может быть, это для него будет тяжело, но смысл мы видим, что человек, каждый, стремится к какой-то радости, к счастью, и так как этот мир, наша жизнь, она полна испытаний, она полна каких-то, когда мы понимаемся, и мы опускаемся, поэтому мы должны постараться понять, почему это происходит, где, что кроется за этим, что Ашем хочет от нас, и в чем моя роль в этом мире. Значит, первое, что мы хотим понять, это, если мы находимся в этом мире, и у нас есть масса, у нас есть путешествия по этому миру, который мы проходим, это постоянно, это очень динамическая жизнь, это мы постоянно идем, идем, движемся дальше, куда она нас приведет завтра, мы не знаем, даже через мгновение, мы не знаем, что может случиться. То, что мы живем в этом мире, мы знаем, что это просдор, это как коридор перед следующим миром. Мы все, наша цель попасть в следующий мир, оля-маба, да, мы надеемся, что это будет сказано, что все, все хорошее, весь, все обилие, вся радость этого мира не сравнится с такой, секундой, мгновением того, следующего мира. Но этот мир, где мы находимся здесь сейчас, это просто какой-то коридор, какое-то место, которое мы должны как-то пройти уже, чтобы достичь цели, или то, что мы здесь находимся, в каждой этой станции, в каждой остановке, в каждом путешествии, в котором мы здесь происходим, тоже в этом есть какая-то цель, есть какой-то смысл. Это первый вопрос, на который мы постараемся ответить в этом уроке. Дальше мы должны говорить о иммуна. Иммуна — это вера, сказано, что когда я ходил с моей женой к Робзундул Кройзер, один из самых больших, цадиким нашего поколения, и она спросила его, о чем нужно преподавать женщинам, что самое главное, на чем нужно концентрировать себя. Он сказал иммуна. Это вера, это уверенность, это вера в Борца. Иммуна — это кое-х, это сила у каждого из нас, это самая большая сила, которая у нас есть. Рэпштейнман, Рэп Арлем Штейнман, когда к нему пришел один Аврех, один человек, который изучал Тору, у него были депрессии. Нет ни медицинского рода, но очень тяжелая депрессия. На что Рэп Арлем Штейнман ответил ему, он посоветовал ему, иди тилмат иммуна, иди учи, изучай иммуна. Умеется в виду, это надо учить, это не что-то, что человек просто, какая-то у него есть такая слепая вера, он как-то, да, какой-то фанатизм, нет. Он говорит, иди учи, сказано, надо это вернуть, надо какое-то это действие, это учеба, это усилие, надо вернуть это положительно на свое сердце. Имеется в виду, он его послал, тот вернулся, говорит, учил, да, учил, и что, ничего. Иди учи еще раз. Три раза он посылал его, три раза, он не оставил его в покое, пока он наконец-то не вернулся, сказал, да, все прошло. Эмуна, надо понять, что такое эмуна, что такое вера, упование, что это значит? Это значит, что все хорошо, это все прекрасно. Если у человека какие-то проблемы, испытания, заботы, то надо сказать, что все хорошо, так значит надо. Если есть Ашем, значит все так надо. Если человек бежит в бейдмедряш, в синагогу, и начинает плакать, кричать, молиться, говорить элим, тогда у него нет эмуна, у него нет веры, или наоборот. Мы должны понять, действительно, это что-то, что нужно выучить, что-то нужно понять. И это, как мы сказали, самый большой подарок, и это сила, которая у нас есть. Дальше, кто-то спросил, Несиват Шалом, на Слонево Ребе, он спросил именно, как мы измеряем праведников. Кто такой праведник? Это мы изучаем, мы измеряем его, сколько он выучил, сколько он выучил Талмуда, сколько он знает Аллахот, законов, или это измеряется его хорошими делами, сколько он митцвот сделал, сколько он делал хесед, цедака. Как мы измеряем его медот, его качествами, как мы измеряем праведников, что это, как можно его измерить? Хороший вопрос. Несива Шолом на Рэбе Слонева Рэбе ответил, что единственный фактор, критерий, по которому мы это видим, это эмуна, это его вера. Если у него есть вера, если у него есть настоящая вера, тогда все остальное, уже у него другая тора, у него другие медиа, другие качества и так далее. Если у него этого нет, тогда все остальное не поможет. Если мы это уже видим, мы это понимаем, что эмуна настолько важна, давайте поймем что-то дальше, как это практически влияет на нашу жизнь. В Хавот Левавот, обязательство сердца, классическая книга о качествах, о, тоже говорится, о бетахон, о вере, уповании, в Шар Бетахон, там начинается так. Как мы измеряем, как мы видим, что у человека есть бетахон? Как это практически видно снаружи? И он говорит что-то, что шокирует человека, каждый из нас должен спрыгнуть от этого. Он говорит так, что Это его спокойствие, это его спокойствие, это, да, это его спокойствие, его души. Если у бетаха, у того, кто верит, у него есть менуха та нефеш, это показывает, что у него есть эмуна, у него есть эта вера, у него есть бетахон, у него есть уверенность в Шаре. Если у него нету менуха та нефеш, он постоянно переживает, он постоянно нервничает, у него нету спокойствия, нету гармонии. Тогда это показатель, что у него этого нет, да. Каждый человек хочет, чтобы у него была вера, каждый человек хочет также, чтобы у него была менуха та нефеш. Мы видим, что это, это зависит друг от друга, если я действительно, у меня, у меня есть понимание, да, что такое эмуна, что такое вера, тогда это ведет к тому, это следствует к тому, что у меня есть менуха та нефеш, у меня есть спокойствие, у меня есть гармония с самим собой, и все, что бы не происходило вокруг меня. Когда зять Хофицхайма, его спросили, что самое вас больше поразило о вашем тесте, о Хофицхайме? Святой Хофицхайм, тоже здесь могли бы сказать Хофицхайм, ну, автор Мишнабрура, это главный наш кодекс Аллахи, законов повседневных, это он автор Хофицхайм, автор Хофицхайм, наш Мират Аллашон, как они не злословить, да, его речь была потрясающая, всем известна. Говорит его зять, нет, больше всего меня поражало в нем его менуха та нефеш, его спокойствие. На Хофицхайм, да, он жил долго, да, больше ста лет, и он жил в Токуфа, ну, были очень тяжелые времена, на это были, это была Первая мировая война, это были все гонения, гонения, и несмотря на это, он вел еврейский народ, его, что выделалось с ним, это менуха та нефеш, у него было полное спокойствие, у него была, у него была гармония, у него не было паники, у него не было нервов. В третьем, и мы постараемся это, будем постоянно об этом говорить, это Тахлес, это в чем цель всего этого, и как это, опять же, в нашей жизни мы можем это практицировать, и как мы позитивно хотим повлиять на нашу жизнь, чтобы действительно достичь максимальных результатов, значит, как мы сначили сказали, что наша жизнь — это масса, это путешествие, это мы идем, идем, идем дальше. Мы задали очень такая шала Горолит, такой очень фундаментальный вопрос, дилемма. Эти, это жизнь, это только средства, чтобы попасть куда-то, например, если я хочу сейчас попасть в Котелькс, не плачу, то я могу поехать на автобусе, могу взять, пойти пешком, велосипед, такси, и как я туда доберусь, это неважно, главное, чтобы я попал туда, да. Теперь наша жизнь — это тоже похоже на пути передвижения, какой-то транспорт, и как ты должен туда добраться. Конечно, если уже у человека жизнь тяжелая, лифицар, агро, чем больше у него страданий, тем больше у него проблем тяжело, возможно, у него будет за это получать какую-то награду, но в конечном итоге это только как-то туда добраться, да. Другими словами, если, представьте себе, какая-то группа попала в какой-то, провалилась в какую-то скалу, но вот недавно то, что произошло, они были, ну, какой-то в море, попасть в какое-то место, где они застряли там, и тем, что они там застряли, они не могут туда выбраться, и они ждут, ждут, пока их оттуда вытащат. Если меня бы как-то туда затащили, я начал бы объяснять им, как вообще вот в этом месте, как лучше всего себя вести, и как лучше всего там быть, и как лучше всего этим наслаждаться даже и так далее, то они бы сказали, мы хотим отсюда выбраться, нас не интересует, как, что здесь происходит, мы хотим уже отсюда, чтобы мы как можно быстрее выбрались на воздух. И как наши отношения к этой жизни? Мы тоже, мы хотим уже наконец-то попасть, прожить это, и уже выкоробкаться, и добиться, оля, ма, ба, следующего мира, и гамарно закончили с этим миром или нет? В этом мире, в этой жизни, в этом путешествии, сейчас, в данный момент, есть тоже большая важность, есть очень большое значение каждой моей массаот, каждой остановки, каждое место, где я прохожу, каждое испытание, где они есть. Теперь, чтобы получить ответ на этот вопрос, да, мы должны открыть Тору, мы должны посмотреть в Торе. В Торе есть целая глава, которая говорит о массаот, о путешествиях. Там Раши сразу же приводит такой медраж, медраж Танхума, который говорит следующее, что так же, как в главе говорится о всех массаот, всех путешествиях еврейского народа через пустыню, то сравнивается это, как Мелаху, у царя был сын, который очень заболел, и он отвез его к лучшему врачам. На обратном пути они проезжают, и царь говорит своему сыну, смотри, вот здесь у тебя болела голова, здесь мы ночевали, здесь мы встретили кого-то, и так далее, и так далее. Он говорит, проходит через каждую остановку, через каждое путешествие, где они были, и объясняет ему, что там произошло. Хаза, наши комментаторы, видят оттуда, что что-то кроется в этих массаот, Торан говорит, что мы должны понимать каждое наше путешествие. Мы увидим, мы скоро поймем, что происходило в Мидбар, что происходило в пустыне, почему там нужно было именно, чтобы еврейский народ проходил через все это. И каждый человек, он тоже испытывает тот же путь, те же 42 остановки, 42 путешествия через свою жизнь, и каждая из них есть в нем значение. Этот мир, да, как ни странно, хотя, когда душа человеку покидает через 120 лет, она принимается наверх. Но мы видим, что каждый йорцет, каждый день смерти, душа возвращается обратно и соединяется с телом. И сказано, поэтому в этот день особенно важно делать какие-то хорошие вещи, Лилу Нишма, чтобы поднять душу этого умершего человека. Потому что именно в этот момент, когда он соединяется опять со своим телом, то человек может подняться, его душа может подняться на более высокий уровень. Поэтому если его дети, его потомки, они делают что-то хорошее в памяти об этом человеке, тогда в тот момент, когда он соединяется со своим телом, тоже есть традиция у многих идти на могилу, молиться к этому, чтобы этот умерший человек, он заступился там, в том мире, за нас. Мы никогда не можем обращаться к нему с молитвой. Но мы просим его, чтобы он был молиться, чтобы он заступился за нас там, потому что в этот момент у него есть больше какой-то реализации, что происходит в этом мире. Но мы видим, что в конечном итоге будет тхиятамитим, будет восстановление, оживление мертвых. Потому что, когда Ашем хочет нам дать максимальное наслаждение, то это будет именно душа с телом. Это не будет просто душа, это будет какое-то здесь соединение. И мы видим, что в этом мире, в этом мире с нашим телом, мы должны найти сами здесь уже сейчас какую-то максимальную гармонию, как-то действительно показать, что я могу в этой оболочке наслаждаться этим миром и идти через эту жизнь с радостью. Потому что потом, если я не научился это сейчас, потом я не смогу это уже сделать. Я не смогу добиться максимального наслаждения, если я сейчас не научился, как это сделать в этом мире. В Тухаха, когда Ашем предсказывает и говорит, что о самых ужасных наказаниях еврейского народа, которые могут быть, и мы через все это уже прошли, сказано, что это все произойдет, одна из причин, видно, что это одна из главных причин, что ты не служил Творцу с радостью. Это страшная вещь. Это метцвот, что если человек идет через эту жизнь и говорит, ладно, я как-то живу, я соблюдаю метцвот, я делаю, соблюдаю заповеди, я стараюсь себя хорошо вести, я делаю то-то, но это так, это все занудно так, это очень-очень, я не наслаждаюсь этим, я хочу уже с этим закончить уже. Нет вот этой радости, я не наслаждаюсь, как бы это уже, я хочу, это как налог, я заплатил налог, вот это моя жизнь, я заплатил налог, ничего не поделаешь, меня сюда послали, я сделаю это и хочу уже идти дальше. Это неправильно. Видим, что Хазал говорит, что нет, в этом пути, который сейчас мы, это не просто средство, как добиться нашей цели, Оля Маба, в этой жизни, в этой сейчас, я должен найти максимальная гармония, максимальное наслаждение и научиться, как справляться со всеми теми испытаниями, которые у меня будут в моей жизни. В Сиахаим, в одной книге, есть известный Машгия Ахпанович, Эпхаим Фридлендер, его книга, Сиахаим, есть книжка, которая написана о нем, Сиахаим, диалог с Хаймом, диалог жизни. Там его спрашивают, мы хотим сейчас немножко более практически выучить что-то для нас, начать, как это, это реализовать в нашей жизни. Его спрашивают очень, очень хороший, очень важный вопрос, что, как мне добиться Менуха Танефеш? Мы сказали, это бетахон, это уверенность, это вера. Его спросили, как мне работать, как мне начать практически, я вроде бы, я верю в Хаше, я верю в все, что происходит, но как это делать, как это практически делать, чтобы добиться этого? Он объяснил, что, когда у человека есть какие-то проблемы, какие-то какие-то угрозы, какие-то заботы, то они постоянно возвращаются к нему, и он постоянно начинает о них думать, и они дают ему покоя. Нету покоя, нету спокойствия. Теперь, нам известно, что, когда человек хочет отдохнуть, да, то он не может просто лежать на море часами, да, обычно, если он, ну, такой здоровый, нормальный человек, да, мы не говорим о каких-то роботах каких-то, больше каких-то, ну, людей, которые больше похожи на на нелюдей. Если человек, он не может просто лежать, постоянно отдыхать. Поэтому обычно, когда вы поедете на какой-то отдых, какой-то отель, какой-то, там будут какие-то программы, там будут какие-то развлечения, будут какие-то поездки, человек, чтобы действительно отдохнуть, он должен себя лемале, он должен наполнить себя каким-то содержанием, чтобы у него было что-то внутри, чтобы что-то у него, что-то, чтобы его голова была наполнена чем-то. Тогда он может действительно отдохнуть то же самое здесь если человек хочет действительно чтобы у него получалось справляться от со своими испытаниями тогда не просто не может просто взять какие-то романы взять какие-то фильмы и так далее и тогда он как-то в них углубиться и тогда у него тогда все будет хорошо он будет рад счастлив потому что как только фильм это кончается только он закрывает книгу то все возвращается обратно у него прыгает опять все 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 вместе с ним поэтому он объясняет что нужно наполнить свою голову наполнить себя на свой разум теми вещами теми мыслями на которые помогут мне встретиться с этой проблемой которые помогут мне не бояться ее а когда они появляются появляются эти страхи нравится эти заботы чтобы у меня уже были те мысли эти кейлим эти инструменты которыми я знаю как с этим справляться как пример у моей жены была одна молодая кола невеста как новобрачная девушка то недавно вышла замуж и она ужасно страдала потому что у нее постоянно были мысли она думала о каком-то другом о друге своей мужа у него постоянно поздно думала даже и cypress когда действительно нельзя думать ни о ком только твой мужа она постоянно у неё были вот эти вот мысли и это ее стран она страшно на этом страдал большинства считалось что она просто это такая на такой грех такой ужас и моя жена и объяснила что когда эти мысли появляются Надо показать им, что ты не боишься их, и ты их принимаешь, и ты с ними можешь как-то обратиться к ним, и ты наполняешь себя теми мыслями, которые тебе помогут это как-то аннулировать, обезвредить, потому что ты не убегаешь от них, не стараешься от них скрыться, а наоборот, ты тет-а-тет, ты встречаешь их лицо в лицо, и тогда они больше тебя не беспокоят. Так же все наши заботы, все наши испытания, мы будем говорить о каждом разных видах испытаний, разных видах, и постараемся понять, почему это происходит, для чего это происходит. И когда мы наполняем себя этим, тогда у нас есть действительно хороший шанс и прийти к этой минуха-танефеш, прийти к этому действительно спокойствию, к этому гармонию, и понять, что это жизнь, нашлаждаться ей именно сейчас, в этом мире. Мы можем закончить еще одной историей, которую я только что прочитал. В месте она известна, Рабанит, Рабацин Янта, у него тяжелое имя, Батханович. Она известна, Рабанит, она много дает уроков. И один раз она рассказала своей подружке следующее, что это была эра в шаббат, перед пятницу. Два часа, пять минут осталось до начала, до зажигания свечек. Обычно у нее все готово, она зажигает свечки еще заранее, старается отдохнуть до этого. И единственное, что у нее осталось, это она готовила суп, все остальное, даже десерт, все было уже готово. У них был семейный шаббат, ее дочь, которая уже замужем, с ребенком была у них. У них было 15 человек за столом, это был простой, небольшой семейный шаббат. Вдруг звонит телефон, хотя это уже перед шаббатом, но обычно она не принимает трубку, но она поняла трубку. Кто говорит, говорит госпожа Мельман, которая живет в том же районе, говорит, что сейчас ее соседи, одна семья, мама с мужем, они по пути рожать ребенка, и они по пути в больницу. И семь детей остались в доме, они должны были поехать к бабушке и дедушке, но уже как-то они пропустили автобус. Короче говоря, она спрашивает ее, это рабоциньенте, можешь ли ты их принять для себя? Ну, как сказать нет, да, семь детей, это три саудот, три трапезы, значит, семь на три, она начинает соображать, как это сделать, говорит, что нет проблем, хорошо, врухим обоим, добро пожаловать, пусть приходит. Хорошо, она опустила телефон и начинает размышлять, как это точно все организовать. Опять телефон, телефон звонит еще раз, она принимает трубку, ей говорят, уже не говорят, кто это, но говорят, что есть какая-то очень неприятная ситуация произошла с родителями, что-то случилось, и пять детей в... они остались в школах, еще вот, а пять младших неизвестно где. Пятеро детей неизвестно, где им оставаться на шаббат, поэтому нам нужно организовать, и она просит ее как, чтобы она это помогла, это енте, чтобы она их устроила у себя на шаббат. Ну, она говорит, что как сказать не в таком ситуации, надо быть, нужно быть китайской стеной, чтобы сказать нет, и она не китайская стена, она вообще не стена, поэтому она говорит, конечно, пусть приходит, хорошо, конечно. Окей, но тут уже она уже начинает действительно морожить, думать более напряженно, и в этот момент звонит ее дочка, которая приезжает на шаббат из семинара, из школы, и она говорит, что там есть еще, у нее еще есть там две подружки, которые, их не было куда на шаббат, поэтому они приходят к ней, даже не спрашивают, да, нет, потому что она просто ее информирует, она говорит, что они приезжают, и она уже кладет трубку. Как только она положила трубку, звонит муж и говорит, что сегодня он приходит с шмерл и с берл, обычно приходит или шмерл, или берл, это два нищих из их шхуны, из их соседства, которые там живут, и шмерл никогда не приходит вместе с берл, берл никогда не с шмерл, но сегодня приходит и шмерл, и берл вместе, и они, у них очень хороший аппетит. На этом уже как бы осталось сколько, уже полтора часа до шаббата. Что делать? Что Роба Циньянта будет сейчас делать? Значит, первое, что она делает, она включает кипятильник с горячей водой, потом она ждет, она берет чашку, она берет туда сахар, кофе, и сделает себе кофе. Она отрезает кусочек пирога, идет садиться, говорит богословение, и начинает кушать. А потом он обращается, он говорит, Хешем, мой Творец, я знаю, что это ты. Я знаю, что это ты, что это тут как бы нечего, я знаю, что это за всем этим кроешься только ты. Поэтому мне нечего бежать сейчас к каким-то соседям или к каким-то организациям хэссет, в которых есть еда и так далее, и так далее. Я знаю, что ты кроешься за этим испытанием, и я благодарю тебя за это. Я действительно, ну, это честь для меня. Но так же, как ты мне его дал, то я прошу тебя его взять и решить его за меня. Вот так она обращается к Хешем. Она заканчивает свой кусочек пирожка, свой кофе, раздается стук в дверь, а она открывает дверь, это ее соседка. Она говорит, что у нее случилась ужасная вещь. Она входит с подносом, со своими дочерьми, говорит, что должны были приехать ее дети с внуками. И в последний момент две семьи не приезжают, поэтому у нее огромное количество еды, и она не знает, что с ним делать. Поэтому она принесла ей и курицу, и то, и все другое, и дочке приносит остальную еду. Когда они уходят, звонится, опять же, звонок в дверь. Это такая очень сладкая бабушка, которая всем помогает. Она говорит, что у ее подружки есть, делают какие-то души, там будет какая-то свадьба. И она сделала огромнейшую кастрюлю с кугол, с каким-то, не знаю, как это приводится. И этот кугол, она не знает, что с ним делать, потому что на самом деле они привезли две огромнейшие кастрюли с куголь, поэтому что она с ним будет делать? Потому что, пожалуйста, янта, спасай меня, помоги мне с этим. И кончается, что ее дочка входит со своими подружками, и подружки, каждый из них с тремя сетками, они говорят, что так как мы приехали на шаббат, мы хотели как-то поучаствовать в этом. И она говорит, ставьте на стол. И так, в конце концов, конечно, Бороха Шем, у нее была еда для Шмерл, для Берл, для ее детей, для всех детей и так далее. Когда у нас есть имуна, когда у нас есть вера, когда у нас есть, мы знаем, что это жизнь, это она куда-то нас ведет. И мы знаем, что мы должны научиться, как себя здесь вести. И тогда мы можем добиться минуха танефиш, спокойствия, можно одниться симха. Будет настоящая, настоящая, истинная радость и счастье. И Бороха Шем, мы вместе с вами продолжим этот путь, чтобы действительно научиться принести много-много света в нашу жизнь. Спасибо, счастливо.